...в литературе XVIII века и, в частности, поэзии XVIII века. Под сильным воздействием поэзии XVIII века была и лирика Пушкина, особенно зрелого Пушкина. Поскольку, пройдя через романтизм 18-го периода, как известно, зрелый Пушкин вновь обращается к традициям XVIII века, к традициям классицизма. В нашем небольшом докладе мы хотели бы коснуться одного очень частного вопроса, связанного с присутствием в пушкинской лирике некоторых интертекстуальных моментов из поэзии XVIII века, в частности, из поэзии Радищева. Проблема отношения Пушкина к творческому наследию Радищева была в разное время предметом изучения пушкиниста. Но в основном она касалась восприятия Пушкина книги Радищева «Путешествия из Петербурга в Москву» и его полемики с последним, как в очерке «Путешествия из Москвы в Петербург», так и в статье Александра Радищева. Мотивы резко полемического тома Пушкина интерпретировались пушкинистикой по-разному, потому что, с одной стороны, как цензурными соображениями, поскольку Пушкин готовил статью Александра Радищева к печати, но так и действительными идейными разногласиями. Однако, на наш взгляд, можно назвать лишь немногие из работ, где уделяется внимание восприятию Пушкина Радищева поэта, в частности, его последнее стихотворение XVIII столетие. Между тем, можно заметить, что при всем полемическом пакосе со стороны Пушкина в отношении Путешествия и некоторых других произведений Радищева, Пушкин в той же статье Александра Радищева дает этому стихотворению весьма высокую оценку. В стихах лучшее произведение его есть XVIII век, лирическое стихотворение, писанное древним билегическим размером, где находятся следующие стихи, столь замечательные под его ферром. Пожалуйста, следующий слайд. И далее Пушкин приводит довольно пространный отрывок из знаменитого Радищевского стихотворения, которое перед вами я не буду цитировать, поскольку он достаточно известен, и для этого нет времени. Так. Но интерес представляет не только и не столько оценка Пушкина Радищевского стихотворения в статье 1836 года, сколько, на наш взгляд, несомненное, хотя и завуалированное присутствие в некоторых пушкинских стихах Радищевского текста. Обратимся к хрестомативно известному стихотворению Пушкина «Царско-сельская статуя» Путидопольская вещества. Урну с водой уронив, обутес ее дева разбила, Дева печально сидит, праздный держа черепок, Чудо несякнет вода, изливаясь из курна разбитой, Дева над вечной струлей, вечно печально сидит. Созданное в Бултинскую осень 1830 года, это стихотворение было опубликовано в «Альманахи северные цветы» на 1832 год. Это был «Альманах Денбега», но это было уже посмертное издание этого «Альманаха», которое осуществил Пушкин. И опубликовано оно вместе с тремя другими, это пушкинскими стихотворениями, это стихотворение «Отрок», «Рыбарка не растилала прихо студеного моря», это стихотворение «Рифма» и стихотворение «Труд», «Мих вожделенный и настал», «Оконченный труд на колене». Под общим заглавием «Онфологические и теграмы». Все четыре миниатюры написаны античным размером и логическим дистихом. И вот при более внимательном рассмотрении, обратимся снова к стихотворению «Царско-сельская статуя», обнаруживаются разительные совпадения с первыми четырьмя стихами XVIII столетия. Я еще раз задержу ваше внимание, специально прочитаю, акцентирую голосом вот эти совпадения. Значит, пушкинская. «Урну с водой уронит, а бутез ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепух. Чудо не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, Дева над вечной струлей вечно печально сидит». И радыщи. «Урна времен часы изливает каплям подобно. Капли в ручьи собрались, в реки ручьи возросли. И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны вечности в море». А там нет ни предела, ни брегу. Здесь подчеркиваю эти совпадения, чтобы они были перед вами. Итак, проанализируем эти совпадения. Первое совпадение – одинаковый стихотворный размер, то есть эллигический дистих. Само по себе, конечно, еще не может служить достаточным аргументом, поскольку все пушкинские стихотворения этого цикла написаны тем же размером. Но вот второе совпадение. Первый стих в обоих стихотворениях начинается с одного и того же слова «урна». Причем на него падает не только словесное ударение, не только метрическое ударение, но я не побоюсь сказать, что и эмфатическое ударение, потому что оно на первом слоге, в самом начале стихотворения задает тон всему дальнейшему тексту. Третье совпадение – это повтор стык слова «дева» у Пушкина, предпоследнее слово в первом стихе, первое слово во втором стихе, аналогичен повтору стыка слова «капли» в радищевском тексте. Оба эти слова состоят из одинакового количества слогов, два слога, двухсложные. В обоих ударениях падают на первый слог, и оба при повторе стоят на тех же местах. Четвертое совпадение наблюдается в третьей строке. Непосредственно после цезуры на седьмом слоге гигзаметра у Пушкина следует слово «изливаясь», у радищева «изливаю», но такое же число слогов и ударение падает на том же третьем стихе. Пятое совпадение мы видим в четвертом стихе обоих текстов, слово «вечность», с которого начинается стих у радищева, и у Пушкина он дважды повторяется. Итак, в каждой из четырех строк пушкинского стихотворения мы видим совпадение с началом радищевского текста. Все вышесказанное убеждает нас в несомненном присутствии в пушкинском стихотворении радищевского интертекста. Естественно, возникает вопрос, что может быть общим между изящной, антрологической, как это назвал Пушкин, миниатюрой экфрастического характера, выполняющей роль надписи, будьте любятны следующими, к скульптуре работы Соколова 1810 года, утопающей в глубине царско-сельского парка, с одной стороны, и мощным, длинным стихотворением с глубочайшим историко-философским охватом великого, кровавого столетия, столетия безумное и мудро, как назвал его сам радищев, века просвещения, двух революций на Западе, с другой. Что может быть здесь общим? И если согласиться, что радищевский интертекст действительно попал в пушкинские стихи, то почему именно это стихотворение? На первый взгляд это кажется парадоксантным. Возникает еще один более частный вопрос. В пушкинском стихотворении, созданном как надпись к скульптуре Соколова на сюжет басни Лафонтена «Молошник и Куршин», сосуд разбитый демой называется «Урна». Так вот это необычное для пушкинской поэзии название. В свое время оно обратило на себя внимание исследователей и вызвало разноречивые толкования. В частности, исследователь Сомольчукова допускает появление в пушкинской лирике «Урны» с значением «сосуд для першественной чаши». Но со своей стороны исследователи Ильичовы предмечают, что словарь языка Пушкина указывает несколько значений слова «Урна» в пушкинском употреблении. Сосуд, обычно в виде вазу, употребляющийся как украшение на могильном памятнике, то есть прямое значение. Далее символ погребения праха, там, скажем, у Ленского и для берегов отчизны дали «Твоя краса, твои страдания исчезли в урне рыбовой». И только один пример на значение вообще о сосуде гуршины вазе. Это стихотворение «Царскосельская статуя». То есть это некий поэтический нонсенс. На этот поэтический нонсенс в свое время обратил внимание Роман Усичий Ковсон. Значит, он писал это имя в значении «купшина для воды» непривычно ни пушкинским стекам, ни русскому слову употребления вообще. Значит, и здесь исследователи пытаются ответить на вопрос, в чем же действительно здесь дело, и, так сказать, высказывают предположение, что здесь все-таки тема смерти, тема оплакивания или посеченной жизнью. Ни в коем случае не отрицая убедительности этих аргументов, мы хотели бы высказать некоторые предположения, что этим это не исчерпывается, эти аргументы. И можно представить еще одно толкование, то есть умышленно отсылку Пушкина к радищевскому тексту, поскольку в обоих стихотворениях слово «урна», именно вот начиная, вот то место, на котором находится это стихотворение, то есть в самом начале на него падает ударение, это явно вызывает вот эти вот… Но все же остается вопрос открытый, почему радищевская символическая монументальная урна времен преображается в пушкинскую вещественную и конкретную урну саду? Чтобы пытаться найти ответы на эти вопросы, хотелось бы снова обратиться к радищевскому тексту. Стихотворение «Радищи 18-е столетие», ну оно точно не датировано, обычно его датируют, ну, самыми первыми годами 19-го столетия, в своем время Георгий Александрович Макогоненко говорил, что оно писалось несколько лет, другие исследователи, как, скажем, Пугачев, распаривали эту версию, так или иначе, оно было опубликовано посмертно в 1807 году, значит, уже после смерти радищева, вот. И, значит, при анализе 18-го столетия, значит, обычно исследователи обращают внимание на, самое главное, на оценку поэтам ушедшего века, ну, как века просвещения, вольности, он изорвен на столетии радостным смертным дороже, истину, вольности, свет, ясно созвездие во век, и обычно связывают это с темой от родящего вольность. Также ссылаются на упоминания двух великих революций, французской и американской, то есть гибель одних государств, рождение других, царство погибли тобой, как издробленный корабль, царство ты зиждешь, они расцветут и не зенутся, паки, ну и, конечно, крылатым стало знаменитое оксумаронное определение родящего 18-го века, нет, ты не будешь забвенны столетия безумно и мудро, будешь проклятого века, век удивления всех. Кстати, немножко в другой форме, повторенная Мандельштамом спустя 200 лет в очерке 19-й век, где он, упоминая 18-й век, говорит, что это цитата из наивного и умного 18-го века. Так вот, нам в данном случае хотелось бы обратить внимание на немножко другой аспект проблематики этого стихотворения, то есть тему антитеза двух категорий – времени и вечности. Не случайно стихотворение начинается с очень развернутого, идущего еще Гераклита сравнения времени с движущейся водой, с каплями, ручьями, реками, море с неподвижной вечности. То есть время – это река, поток воды, море – вечности. Река и время – жизнь, море – смерть. А там нет ни предел, ни брегов, не возвышался там остров, ни дна там лод не находят. Веки в него протекли, в них исчезает их след. Архаичная форма множественного числа веки вызывает, несомненно, фонетические ассоциации со словом «реки». Реки в него протекли. И здесь интересно отметить тот же мотив сравнения времени с рекой в предсмертном стихотворении Державина «Река времен». Но, еще в отличие от Державина, у Радищева возникает еще один мотив. Мотив крови, кровавой реки. И эта кровавая река, значит, но знаменита во веки своей кровавой струей, звуками грома течет, наше столетие туда. Ну и здесь у меня еще и другие цитаты, не буду сейчас на них останавливаться. И еще на один, хотел бы обратить внимание, еще на один радичевский образ. Это образ корабля. И если образ вообще корабля, как государство, был известен еще у римских поэтов, то здесь вот это просто корабль истории, который движется по кровавой реке к вечному морю, терпит крушение, раскалывается на куски. Царство погибло тобой, как раздробленный корабль. Так, и надо сказать, что вот на эти образы в свое время было обращено внимание статье Натальи Дмитриевны Кочетковой 1973 года, анализ стихотворения 18 столетия. И там очень интересное замечание, на которое я тоже обратила внимание, что сам ритм этого стихотворения напоминает движение волн. Итак, корабль, образ, развернутая метафора такова, что это не корабль государства, это корабль цивилизации, который несется в этом мощном потоке, сокрушаясь и выплескивая на поверхность земли вот эти страшные обломки. И вот тут очень важно, что, значит, вот эта вода идет из единого неподвижного источника, из курны, времен, и в дальнейшем она усиливается. И здесь Радищев выступает как ученик французских философов-деистов. Но ты творец. Было мысли, а не суть творения Бога, и не погибнут они, хотя бы гибла земля. И далее еще, следующий кадр, пожалуйста, значит, остается только процитировать в той же статье Пушкина-Радищева, где он говорит, в Радищеве отразилась вся французская философия его века. С точки зрения поэтической традиции, хотя Радищева мы в прозе причисляем к сентиментализму, вот это стихотворение все-таки оно в традициях классицизма. И если мы вновь обратимся к пушкинскому стихотворению, значит, онфологические эпиграммы, как я сказала выше, впервые увидели светлые монахи «Северные цветы», и там были многие другие произведения, не только Пушкина, не только онфологические эпиграммы, но и некоторые другие произведения Пушкина, стихи там «Анчар», «Дилибаш», «Бесы», «Дамы Моцерт» и «Сагель», но и стихи других поэтов современников. Это был сборник, который был посвящен памяти только что умершего Денека. И стихотворение «Моцертско-сельская статуя» исследователи предлагали различные толкования. Значит, ну, во-первых, отмечалась связь пушкинской эпиграммы с традицией жанра стихотворной надписи, в частности, в статье Мальчуковой, сравнивается с различными другими соответствующими, печатавшимися в этом альманахе «Северные цветы» в разных его номерах, надписи самого Дельвига, Ильичевского и так далее, и других. Да. И, значит, также в работе Кибальника в свое время была тоже связь ориентации Пушкина на экфрастические эпиграммы Дельвига. Вот. Значит, и кроме того, при толковании пушкинской эпиграммы исследователи тоже понимают проблему временного и вечного. В той же упомянутой статье Кибальника, значит, отмечается воплощение пушкинской эпиграммы, свойство скульптуры останавливать мгновение, делать его вечным. Вот. И, значит, очень многие, ну, ряд исследователей трактовали такое понятие как чудо. А в чем состоит чудо? Значит, и вот, ну, тут наиболее интересное толкование соотношения, значит, в пушкинском стихотворении «Идеи движения и неподвижности материи» в свое время было представлено в статье Икапсона «Статуя в поэтической металлогии Пушкина». И вот тут вот нужно, значит, сравнивается с известной, известной еще одной такой миниатюрой на статую, играющей свайку. Вот перед вами она, значит, где Роман Икапсон отмечает, что статуя, цитирую, предстает перед нами как неподвижное изображение, изображение жизненной активности. Но в стихотворении, значит, в стихотворении «Царско-сельская статуя» значит, в стихотворении «Царско-сельская статуя» Икапсон отмечает противоположный случай, что чудо идеи движения противопоставлено другое чудо – неподвижность в материи. Итак, по мнению большинства исследователей, в Пушкинском стихотворении вечность воплощается одновременно и в движении, то есть струя, и в неподвижности. Дева вечно печально сидит. Исходя из этих наблюдений и толкований, можно предложить следующее толкование смысла вот этой интертекстуальности родительского текста. Значит, первое. Первое – это вопрос о курне. Мне кажется, что то, что вот это толкование об отсутствии в Пушкинском словаре значения этого слова, как сосуда с водой, это действительно верно. Но мне представляется несколько спорным мотив смерти, поскольку, значит, ну вот предположение, которое было в свое время высказано Белозеровой, что прообразом скульптуры «Девушка с кувшином» послужила императрица Елизавета Алексеевна, горюющая по умершей дочери, она мало что сюда добавляет в толковании модели. То есть можно все-таки, хотя с известной долей осторожности, предположить, что курна – это все-таки отсылка к родительскому тексту. Потому что курна с водой – это не пушкинский образ, это родительский образ. Теперь второе. Вопрос о личности. Значит, если сравнить образ вечности, метафорику образа вечности в родительском тексте и в пушкинском тексте, то мы увидим, что если у родительского море, вечность – это море, это неподвижная вода, и образ достаточно традиционный, сейчас, то, значит, в пушкинском стихотворении это вечное движение. И, будьте добры, я немножко тогда подсокращусь. Здесь можно вспомнить цитату из стихотворения Пушкина, написанного за год до этого стихотворения. «Бражу ли я вдоль улиц шумный, и пусть у гробового хода младая будет жизнь играть, и равнодушная природа красит зону вечную сиять». И вот нам представляется, на наш взгляд, что вот это разное толкование вечности, значит, в этом осмыслении, и этот образ, он как раз не совсем традиционная вечность, как движущаяся вода. То есть по пушкину получается, что смерти нет, и забвения тоже нет. И в этом случае можно заметить явную полемику с родительским толкованием вечности. То есть интертекст, как это часто бывает и в других примерах мировой литературы, используется с целью, может, это может быть очень такое осторожное предположение, может быть использован в качестве полемики. И здесь возникает еще одно предположение, правда, еще более осторожное, это только вопрос. И я не хотела бы давать на него ответ, что поскольку, вот как говорилось в начале, вот на этом я хотела бы закончить, поскольку радистский философский текст вот этой могущественной урны-времян у Пушкина носит заведомо сниженный характер, урны с ладонь, иллюстрация Горсина, то нет ли здесь в этом случае у Пушкина некогда очень тонкой, изогуалированной, но все-таки пародильности родительского образа вот в полемике. Но это только вопрос, и я не рискну давать на него ответ, это только вопрос, который остается без ответа. Спасибо за внимание.